Команды Team Tinker. И на этот раз может быть тоже удачно. Ну посмотрим. Посмотрим. Хотя нет, Никс Ассасин у нас в первой игре был. Вот Flow, Team Tinker проиграли. Может теперь Никс Ассасин будет повыгодней пик. Бэтрайдер появляется для ниндзей в пижамах. Тролль Варлорд по-прежнему у нас первым уходит в баню. Ну и Кентавр для ниндзей в пижамах. Хоть какое-то обновление. Тренд Протектор. Третий раз в пике у нас Тренд Протектор. Team Tinker забирают его. Шторм Спирит опять будет скорее всего для Койквы. Леон тоже у нас здесь был. Вот Бэтрайдер появляется первый раз. СФ для ниндзей в пижамах тоже был. Эра там... Эра там нормально отстоял. Первую ниндзей в пижамах выиграли. Хотя Эра на миде немножко у нас терпела. Скайросмаг наконец-то уходит у нас в баню от Team Tinker. Не увидим мы хотя бы в этой игре данного скучного персонажа. Ну и ждем последний пик. Ниндзей в пижамах скорее всего Бэтрайдера отправят у нас... Подождите, так у нас скорее всего Кентавр-то фармить будет. СФ может и Лимб забрать на мидлейн. А Кентавр может быть для Эры. Бэтрайдер отправится в сложную. Винга будет саппортить Кентавра. Еще один саппорт и все великолепно. Все в принципе хорошо. Потому что Бэтрайдера отправлять не на сложную, а куда попало никто не будет. В крайнем случае Бэтрайдер одно... Какое-то время постоит у нас на сложной. Если выгонят, пойдет лес фармить. Это не критично для него. Но со стороны команды Тинкер... Ну ладно, давайте последнего керри посмотрим, кто это будет. Точнее последнего саппорта. Это Сайленсер. Сайленсер для Ниндзей в пижамах. У Шторм Спирита аж глаза, по-моему, пошире немножко стали, когда пикнули Сайленсера. Это хорошо и это полезно для команды Ниндзей в пижамах. А Сайленсеры забыли на предыдущие две игры. А теперь по данному рассказу могут и проблемы появиться у команды Тим Тинкер. Если Сайленсера не загнобят, не законтрят как только можно, то... Скорее всего... Тинкерам будет очень неприятно файтиться в лейтгейме. Шторму нельзя быть под Сайленсом ни в коем случае. Леон тоже у нас под Сайленсом, не бьет рукой. Он у нас не для того вообще заточен. Ну и последний пик. Вот Тим Тинкер. Нужен еще один керри. Оффлейн есть. Это Никс Ассасин. Шторм Спирит. Это Мидлейн. Два саппорта Трэнд Протектора и Леон имеются. Ну и последний пик. Можно, я думаю, брать здесь, в принципе, и Медузу. Тоже, наверное, не будет лишним. А можно брать того, кто Сайленсера у нас сразу же будет контрить. Может быть, Дум, давным-давно забытый герой. Неплохо бы зашел Дум. Есть, в принципе, с кем здесь разговаривать. Хотя Дум, конечно, мягковат. Для Кентавра, для Бэтрайдера, если Дума вытащить, то это будет проблема. Ну, наверное, да, не Дум все-таки. Хотя Найт Сталкер вот тоже для Тим Тинкер мог бы, я думаю, зайти, как керри. А не как саппорт в прошлую игру Джаггернау. Для Тим Тинкер опять скукотища. Ладно, окей, 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 окей. Пим Панда забирает себе Трэнд Протектора. Пай Лай Дай будет на Леоне. Койква, скорее всего, заберет себе Шторм Спирита. Хотя еще ждут, я смотрю. Вот, ну и Блэк, я думаю, будет на Джаггере. В принципе, все логично. Никс Ассасин для Флоу. Со стороны Ниндзи в пижамах. Со стороны Ниндзи в пижамах. Хэнскин будет играть у нас на Сайвенсере. Лимб будет на Кентавре. Ого-го. Лимб будет, как я понимаю, топ-лейн фармить на Кентавре. Мид, скорее всего, опять для Эйры на Эсефе. Как и в первой игре. В первой игре поперло. И, в принципе, неплохо было. Силкит будет на Венши Фулл Спирит. И Йонасом Фан на Бэтрайдере отправляется на сложную линию. Ждем. Йонасом Фан уже спрятался здесь в Крашану. И здесь трипла из игроков команды Тинкер. Не подставится бы Бэтрайдеру. Хотя, с другой стороны, Фаерфлай, бери и улетай. Улетай на Клифф. Смотри, там, в принципе, ничего команда Тинкер на ранних левелах на хайграунде сделать не сможет. Единственное, кто вообще туда сможет забираться, это Шторм Спирит. Но как-то рановато. Все-таки для Болл Лайтнинга. Согласитесь. Да и Бэтрайдер драться не захотел. Улетает у нас отсюда. Все, Эра забирает руну на топе, на... В нижней части карты руну забирает Койква. Мидеры забрали свои руны баунти, будут теперь бодаться на мидлейне. Все, в принципе, относительно ровненько. Йонасом Фан отправляется на сложную линию. На легкой будет фармить здесь Кентаверн, которым управляет Лимб. И Хэнтскин на Сайленсере будет помогать ему в этом. Флоу на Никс Ассасине. Пока ничего еще Флоу не качал, готовится ждет. Флоу носится тут как ошпаренный. Но у него есть Бутс оф Спид. Больше ни у кого нет, да, я так понимаю. Нет, ни у кого нет больше Бутс оф Спид. 350 Мув Спид у Никс Ассасина. У Хэнтскина 300. У Лимба тоже 300. Ну и сразу же Ласт Ворд у нас на Флоу. Половину ХП сбили Никс Ассасину на ровном месте вообще. Что еще в 10 секунд и будет то же самое. Флоу пошел ковырять у нас Лимба. Какой смелый жук. У Йонаса Фан 4 стака уже на Джаггернауте. У Йонаса Фана нет второго левела. Сейчас появится второй левел. Можно будет ловить Джаггера. У Бэтрайдера есть Файрфлай. Тут 6 стаков на Блэке. Просто догнать бы. У Бэтрайдера тоже есть в принципе тапок. 7 стаков. Ну что Йонаса Фан полетел или нет? Нет, просто пока что бьет по Блэку. 7 стаков на Палма в итоге в никуда. Можно же было как-то с тем справиться. С другой стороны был Блэйд Фьюри. Ну да, встреча могла бы быть не в пользу Йонаса Фана. Пайлайдай в Хекс отправляет у нас Бэтрайдера. Бэт пошел за Пайлайдаем. Кстати, Пайлайдай-то и сгореть может. Еще один стак на Палма и все. Или он уже у нас в критичной ситуации. Пошел забирать крипов здесь Йонаса Фан. Пайлайдай видит. Пошел поливать на Палма по нему. Странная ситуация, кстати. Йонаса Фан у нас в итоге-то без маны останется. Сюда если что перетянется Блэк и Бэтрайдера могут забрать. Маны у Бэтрайдера нет. Правда, есть третий левел. Ну и все. И придется пойти Йонасу Фану, как я понимаю, либо под фонтан, либо стакать себе. Но тоже для дальнейшего какого-то будущего. А вот так вот решается этот вопрос. Просто Кларити выпивает у нас Бэтрайдер. И теперь можно будет все, что здесь видит, забирать. Ну, надо хотя бы на Палма в 3-4 стака. Хендскин по флоу. Вообще все, что видит Хендскин, это просто флоу впереди. И главное, бей-беги. Ничего себе, какая скилловая команда. Эти ниндзи в пижамах. Тут уже триллион вообще стаков. Здесь тоже куча. Все, Йонасу Фану. Файерфлай включил, палил на Палмом. И давай гонять за собой всех зверушек. 600 сейчас у него по золоту. Посмотрим, сколько после данной пачки будет флоу. На лоу хп уходит. Мне нравится смотреть, как фармит Бэтрайдер. И вы будьте добры, смотрите. Файерфлай окончен, а крипы живы. Йонас Умфан 200 копеек заработал в итоге. И надо отсюда уже улетать. Хп нет и оставлять неприлично. И как-то все так неудачно вышло для оффлейнера команды ниндзи в пижамах. Тут и на мидлейне немножко венга просила по хп. Ну что, с руки ты не постреляешь. И до... Боттл для Йонас Умфана прилетает. Да, все. Теперь можно отпиться. И Файерфлай будет. И еще и мультиспауны. Да, еще одна пачка появляется. Все, Йонас Умфан в принципе готов к своему даггеру. Здесь тоже сделали отводы. Правда, Голем здесь не самый приятный герой. Ну и смотрим. С ноля Йонас Умфан начал фармить данные пачки, что теперь будет даже и не знаю. Но должно быть в принципе неплохо. Файерфлай правда уже закончился. Но здесь все, что надо было забрать, Йонас Умфан забрал. Ну и здесь уже с руки доковыряет. В любом случае, по фарму, по Нетворсу, Бетрайдер где-то должен быть в пятерке. Так и есть. На пятом месте у нас Бетрайдер. Вообще, первый по фарму у нас Блэк. На Джаггернауте. На втором месте Койква. Ну и делит второе место с Лимпом на Кентавре. Мидлейн Отеры тоже относительно ровненький. И Эра тут где-то в троечку входит. Ну просто постоянно меняются местами. Тут разница в половину крипа между первым, вторым и третьим местом. ФБ пока еще не было. Никто не подставляется. Хэнд Скин. Гонит у нас Флоу. И постоянно будет так делать. Третий левел Сайленсер. Почти четвертый Флоу. Четвертый с копейками. У Лимпа тоже где-то под пятый левел уже есть. Блэк в соло вообще фармит нижнюю линию. Фрифарм полнейший. У Блэка уже есть шестой левел. В принципе, сейчас можно было бы и подраться. Так, у нас Ферст Блад. Забирают Сайленсера на топ-лейне. Пришел на помощь Пинг Панда и сюда же подтянулся еще и Пай Лайдай на Леоне. В итоге забрали Сайленсера, такого надоедливого, который Флоу жизни здесь не давал. Флоу начинает фармить, забирать левелок и где-то скоро появится у Флоу Виндета. Совсем чуть-чуть осталось. Пинг Панда пошел еще и Юнусу Мфану мешать. Иди в свой лес, дерево. Так, Койква врывается у нас на Силкида. ДД есть для Койква. Должны Вингу здесь попытаться забрать. Так, у нас Хэнскин. Вот это удачно раскастовался Хэнскин. И дальше за Флоу. Карапаси закончились. Хэнскин еще плюс два. Уже плюс четыре зарабатывает здесь Хэнскин по интеллекту. Это, по-моему, отлично для начала. Ну и Вингу разменяли в двух важных героев. Один Мидер, второй Оффлейнер. Короче, важные позиции. Соло линии. Игроки, стоящие на соло линиях, зарабатывающие левел, пришли и здесь отдались бедняге Сайленсеру. Пятый левел уже есть у Хэнскина. Что-то должно ему лететь. Хоть что-то. Ну, хоть что-то. Ну, дайте же вы Хэнскину денег. Полковник, несчастный Хэнскин. Курьер ему вообще ничего не несет. Полковнику никто не пишет. У Шадов Финда появляется. Пауэр Трэдс, есть Боттл, есть Рейс Бэнд. И я думаю, что Эрим можно, в принципе, уже и принести себе Аквилу. У Йонаса Фанна 1600. Есть Боттл, есть Бутс оф Спид. Готовится Бэтрайдер выйти в Даггер. Хэнскина беда. У Блэка уже есть Мордип Маск, Фейс Бутсы, Аквила. И на первом месте Блэк. Немного ему уступает Эра. Но это ненадолго. Ну что, Койква врывается у нас в Эру. Вортекс пошел у нас по СФ. У СФа должны здесь забрать. Ну и ульты... Ульта, точнее, есть у нас у СФа. Но она не рабочая практически. Просто там перед смертью поцарапал команду Тинкер. Еще и семечка всех, в принципе, вылечила. Поэтому не критично. Тинкер 4-2 повели. Йонасом Фан за Пинг Пандой. Вардов нет, поэтому Пинг Панда в любой момент может спрятаться у нас. Все в инвиз. Йонасом Фан решил, что может сломать деревья и таким образом все решить. Нет, все не так просто. Появляется Даггер для Кентавра. Лимб сам бежит за ним. Ну и теперь можно врываться. Теперь команда НИП имеет врывную силу. Тот, кто может влетать и начинать файт. У Эры уже есть Requiem of Soul. Есть 3-й Некромастери. Ну и 4-й Кайлы. Мом появляется на Джаггернаута. Я все эти артефакты уже знаю наизусть. Странно, почему игроки, во-первых, мету никак не расширяют, а во-вторых, набор артефактов никак не имеют. Да, я понимаю, что рабочие артефакты, они приносят свои результаты, свои доходы для команд. Все это ясно, но... Я даже не знаю, это будет, наверное, продолжаться до тех пор, пока нормальный контр не придумает какая-нибудь из команды. И всю эту стратегию унылую не заставит расшевелиться. То есть сборка на Джаггернаута вообще не меняется. Так, лимб у нас Блэк оптался поймать. Блэк успел в итоге уйти в Блейдфьюри еще до того, как проюзан здесь глобал был от Сайленсера. Ну и спугнул его лимб. Большое спасибо. Или Сайленсер у нас немножко завтыкал. Так, Сайленсер на лоу ХП. И живет еще Хэнскин. Пинк Панду должны убивать. Еще плюс 2 интеллекта для Хэнскина. Хэнскина живой. Сильно битый, но живой Сайленсер. Дальше за Флоу. Лимб успеет ли? Есть Даггер. Топает у нас по Флоу. Разрезали пополам. Развалили. 4-4 становится четким. Тавр сделал свое дело. Команда так. А, ну да, это я видел. Так, на лоу ХП у нас еще здесь и... Койква. Койква отвалился. В итоге Бэтрайдер забирает у нас Шторм Спирита. Зарабатывает кучу денег. Даггер уже должен быть у Йонаса Фана. Есть Даггер и 300. Еще мелочи остаются на сдачу. 10 минут с копейками у нас прошло. По золоту в ноль. По экспириенсу 1000 с лишним. Ну, там, с копеечками в пользу команды Ниндзи в пижамах. Йонаса Фан с Даггером. Йонаса Фан в чужом лесу. Пока ему никто не мешает. А у Блэка есть, кстати, ульта. Если бы подставился сейчас Бэтрайдер, то, понятное дело, что это верная смерть. Вряд ли бы ушел бы от Джаггера. Все-таки демод же нормально. Еще и Блэйд оф Алакрити здесь. Джаггернаут собирается выходить в Яшу. А дальше посмотрим. Пинг Панду поймали у нас на хайграунде. Тим Тинкер теперь выходят на Т1. Должны успевать убивать. В принципе, у Винги есть аура. У Эры тоже по демиджу всего достаточно. Койква. На Эру сразу же силкид. Еще нет 6-го левела. Эру не спасти. Койква. Дальше за силкидом. Пай Лайдай уже готов рываться. Врывается у нас Юнусом Фан. Ловит подкоп. Койква на лоу ХП. Койква должны здесь успевать забирать. Забирает мидера команды Тим Тинкер. Какая тишина. Блэк. Вгрызается у нас в Энджи Фулл Спирит. Не жалеет. Омнислэш. Ластворд висит на Блэке. И, кстати, Хилингвард тут все необходимое делает. Хилингвард разбили. Но Блэк и так, если что, отъестся. Хоть на крипов иди. У Блэка есть Мом. У Блэка куча дэмэджа. Можно и драться. Ну и Хэнскин на лоу ХП. Скорее всего, здесь умирает. 7-7. По итогу файта 3 в 1. Как я понимаю. Да, в пользу Тим Тинкер. Подрались. Тысяча по золоту для них. И по Экспе полторы тоже для них. Блэк перемещается на Эншентов. И Яша уже для Блэка готова. Еще и тысяча сверху. Зачем? Почему? А вот она. Это тысяча. Я как раз на Курьера и переключился. Пока Блэк докупал себе Яшу. Я уже думал, что после Яши тысяча. Блэк, конечно, в порядке по фарму. Но за 12 миллисекунд приобретать себе тысячу голды. Это перебор, конечно. Не приобретать, а получать. У Лимпа после Даггера ничего толком так не появилось. Да, есть Транквилл и 750 сверху. Но, в принципе, Лимп все на тех же позициях. У СФ-а чуть-чуть осталось до Яула. Вот это пачка крипов и Эра, в принципе, себе Яул уже приобретет. Где Курьер? Курьер полетел. Ну или надо совсем чуть-чуть. Флоу здесь под Ласт Ворд. Еще плюс два для Хэнскина. Восемь интеллекта уже для Сайленсера. Дэмэджа прилично так. 76 руки плюс достаточное количество хелкспоинтов. Ну и Еул для ниндзи в пижамах для Эры. У Кентавра появляется Виталити Бустер. И, судя по наличию, стаут шилда должен Лимп в итоге выходить у нас в ангвард. А дальше, ну дальше Кримзонгвард. В принципе, дэмэдж это нормально с руки ТТ будет наваливать. Здесь чего стоит один Джаггернаут вместе с Койквой. Вроде бы Койквам маг, но бьет с руки очень больно и неприятно для каждого. Поэтому, наверное, Кримзонгвард вообще не лишним здесь будет. Ну и Транпротектор. Да и все по чуть-чуть все равно бьют. Лимп по двоим сразу же стопит. И все. Минус два, скорее всего, здесь. Забрали у нас в итоге Леона. Ну и улетает отсюда Блэк. Под Ливингарммором решил подраться. Хилингвард включил. Дальше на СФ. Омнислэш есть. СФ здесь разваливается. Какой дикий Блэк, а? Сразу же разрезали Блэка. Пинг Панда тоже, скорее всего, здесь огребает. На ЛОХП, правда, Сайленсер у нас на топ-лей не отваливается. Ну и в итоге... В итоге файт... Но тут нам не показали. Показали то два в ноль, то один в ноль. А по факту файт там был семь тысяч в семь тысяч людей. То есть очень сильно и много было. По всей карте 9-11 стал счет. Поймали здесь Йонасом Фана. Или кто кого поймал, я не очень понял. Койква через Вортек Йонасом Фана убивает. Койква на ЛОХП. Лимп уже здесь. Развалили у нас Койква. Зачем Койква в эти игры играет? Сайлкит еще забирает у нас Никс Ассасина. 10-13. Один в два подрались НИПы. Потеряли только Бэтрайдера, но забрали оффлейнера и забрали мидера. Шторм Спирит продолжает фидить. Он уже на четвертом месте по фарму. Да, Блэк по-прежнему на первом месте. Ну так Блэк у нас как был на фрифарме, так и остается. Блэку не мешает никто, не помогает никто. Блэк тут человек автономия сам с собой. Играет в доту, просто бью крипов. У меня это великолепно получается. Ну, и это правда. Отказать ему в этом никак нельзя. Блэк действительно очень хорошо бьет любых крипов. 124 уже. Крипстат на данный момент. Это на 16 минуте, и это правда круто. Ну, по золоту вы видите, он на первом месте 8600 для Блэка. На втором месте у нас Кентавр. Есть уже Вангвард, и есть Staff of Wizardry для Кентавра. Скорее всего, готовится Force Staff на игроке, на героя лимпа. Йонас Умфану так сильно нравятся чужие леса. У него прямо тяга клептомании. Крась чужих крипов ему так хорошо это удается. Но и не успел забрать здесь Джаггернаута. Наверное, правильно, что не успел, потому что Джаггер с Омнислэшем был здесь. И ничего от Бэтрайдера вообще б не осталось. Force Staff'а нет у Йонас Умфана. А улететь вариантов не было как таковых вообще. Бэтрайдер перетягивается на мидлейн. Здесь видели Койку, Пинг Панду тоже. Скорее всего, видели Бэт. Взлетает у нас в небеса и быстрее за Пинг Пандой. На хайграунд надо затягивать у нас Пинг Панду. Ну и так развалили. Лимб уже Unstoppable. Что будет с Кентавром чуть попозже, я даже боюсь себе представить. Сайленс пошел от... Вы удивитесь на Сайленсера. Все, драки как таковой не состоялось. Просто распилили деревяшку в собственном лесу игроки команды НИП. А и потеряли СФа. Леон убил СФа. Вот такие дела. Не без помощи Блэка, конечно, там все-таки. Омни Слэш провязал Блэк. Но, тем не менее, Пайлайдай и Фингер оф Дэс или чем-то там еще СФа себе забрал. 14-11 по золоту. НИП впереди на 2500. И по экспириенсу НИП тоже впереди на 3500. Но сейчас Тинкера немножко ситуацию подправят. В свою пользу, я думаю. Все-таки Тауэр должны дозабирать. Подкоп пошел от Флоу. Силкида могут здесь убить. Силкида выталкивает у нас Лимб. Это не спасает Венжи Фулл Спирит. Венга умирает. Овергроус прошел у нас от Пинг Панды. Пайлайдай здесь. Скорее всего, Йонасом Фана заберут. Еще и похилилась. Вся команда Тинкер. Бэтрайдер в таверну отправляется уже второй раз. Ну и Эра приходит здесь просто посмотреть на труп своего тиммейта. Больше помочь ему ничем не может Эра. Чуть-чуть форманул и ушел отсюда. 1600 есть для СФа. И у Лимпа на руках после Форстафа, Даггера и Вангварда тоже еще тут копейки остались. Но это так. В принципе, не на артефакты. Это на дальнейшие какие-то... На дальнейшие вещи, которые будут появляться у нас на Лимпе. Ну, так уже, в принципе, все нормально. У Лимпа затар неплохой. Вангвард можно смело превращать, я думаю, в Кримзонгвард, если будут дополнены какие-то свободные деньги для Лимпа. Ну, а дальше уже подумать о Тарасках, может даже о Шиве, о чем угодно вообще. Кентавра никто, в принципе, не ограничивает у нас в идеях. Хэндскин, Глобал есть. Цепляют Блэка, Блэка на хайграунд. Глобал провязал здесь Хэндскин, потому что Блэка надо как-то законтрить и не дать ему возможность провязать. Он мне слэш. Все, потратили ульту Сайленсера в Блэка. И, скорее всего, это правильное решение. Все-таки это Топнетворс на карте. Его надо было забирать. Флоу, блинкаут отсюда. Вроде били-били, а они сбили Даггер даже у нас Флоу. Флеймбрейк под ноги Флоу. Немножко далековато. Убегает Флоу. Кстати, нет, не убегает у нас. В итоге Флоу. Забрали его. Счет становится 16-13. Сэф приобретает себе Даггер. У Эры уже есть Юл, есть Даггер. Ждем классических раскастов под ноги Requiem of Soul. Койкова врывается на Йонсом Фана. Сайленсер на него. И все, Бэтрайдер сразу же умирает. Не на орке этот Шторм Спирита решает кучу вопросов вообще со стартной команды НИП. Надо было забрать Бэтрайдера. Очень быстро с ним справился Койкова. Надо будет забрать Вингу или СФ. Будет примерно та же ситуация. Поэтому лучше бы, конечно, с БКБ что-то придумать. Или хотя бы с Манта Стайлом тому же Эре. Пинк Панду поймали. Тренд Протектор в пятый раз у нас умирает. 14-17. По золоту НИПы. Полторы тысячи выигрывают. По экспириенсу они впереди на две тысячи. ЛИМП с феноменальной реакцией выпрыгивает у нас из файта. Топает еще и под ноги Флоу. ЛИМП вообще отыгрывает просто чудовищно круто. Омни Слэш. Полностью в ЛИМПа высвапывает его Силкит. Бежит отсюда. Могут, кстати, убить у нас Вингу. Еще один удар. Винга погибает. А где Кент? ЛИМП не собирается вообще никуда. У него Дабл Эйдж есть. Он готов кого-то порезать пополам. Ну и регенится. 23,5 хп в секунду у ЛИМПа был реген. Сбили Транквилы. Ну а, в принципе, так-то было все хорошо. ЛИМП врывается у нас в Никс Ассасина. Никс Ассасина убили. Через секунду будет еще один Дабл Эйдж. ЛИМП готов драться. Просто надо хоть кого-то резануть. Ну и ЛИМПа здесь стараются распилить. Блэк дальше за ним. Ну и Хэнскин должен подсейвить. Где же ты Хэнскин, когда ты так нужен? Забрали в итоге у нас Кентавра. Сразу же байбэк. И сюда готов уже врываться ЛИМП. ЛИМП. Даггер в никуда вообще. Топает по Койкве. Койкву должны разрезать. Маны у Койквы нет. В итоге Кентавр забирает доминейтинг стрик от Койквы. Дальше за пинг панды. У всех есть Вижн. Все для команды. Команды НИП хорошо складывается. Здесь Вард стоял прям под ногами тренд протектора. Ну, по итогу файта 3 в 3. И это все в пользу команды Тинкер. НИПы свое преимущество теряют. Потому что Кентавр умер. Ему пришлось выкупаться. Вот тебе и минус. Тебе и провал. С двух с копейками до трехсот по золоту НИПы скатываются. Ну, по экспе в ноль вообще улетает противостояние двух команд. НИПы просто неугомонные. У них все получается хорошо. Они играют на удивление слаженно. Никакой паники. Да, на пенале, допустим, лимпу. Вроде бы и уходить. Стоило уходить куда-то на базу лимпу. В итоге лимп остался. Лимп подрался. Развалили у нас жука. Потом лимп выкупился, вернулся и развалил койку. И вроде все это, в принципе, слажено. Да, это, конечно, затратно по деньгам для команды НИП. Умирать кентавру и выкупаться. С другой стороны, моральная сторона тоже очень полезна. Где-то уже того же кентавра будут бояться. Ну что, Пинг Панда Овергроуз провязал у нас под Рошаном. Пайлайдай с ДД, но не в этом его сила. Забирают Сайленсера на топ-лейне. Это делает Койква, делает это в соло. Здесь дальше погонят за Силкидом. Силкид разваливается. Тим Тинкер понесли у нас НИПов. И Джаггер на первое место врывается по Нитворсу. 12500 у Блэка. И он обгоняет уже давным-давно койку. Обгоняет на... Почти на 2000. У Лимпа 10 с копейками. Лимпа постепенно... В своем фарме приостанавливается. У нее есть 16-й левел. Тут понятно, что 2-й, 3-й стампит. Вот по демиджу, не знаю. Где-то все-таки Кримзон Гвард нужен был команде НИП. Они проседают от обычных ударов. Не только от раскаста магического. Хотя и для магического раскаста что-то все равно нужно. Нужно команде Тинкер, я думаю... Точнее, команде НИП собрать пайп. Кто этим будет заниматься, пока что непонятно. У Пайлайдая 3000 по золоту. Откуда, Леон? Что случилось? Где ты взял деньги? Это все после Даггера, кстати. Еще один Юл на карте. На этот раз в составе команды Тим Тинкер. И покупает его Леон. Никс Ассасин. У меня есть подозрение, тоже приобретает себе Юл. Как и в прошлой игре. У Шторма есть БКБ, есть Уоркит. Больше пока что Койква ни на что не насобирал. Но этого уже предостаточно. Команда НИП, я думаю, в панике. Когда Койква влетает на них. Вангард, Форст Став. Блинк Даггер, Транквилы. Ну и, конечно же, Мэджик Вонт от Кентавра. В принципе, Затар неплохой для Лимпа. Он на четвертом месте. Ну, для Кентавра это, можно сказать, очень даже хорошо. Что Койква поймали. Через Лассо Койкву очень быстро развалили. Мэджиэра. Опять же, разультился под ноги привезенному Шторм Спириту. Ну и забрали еще и Леона. И дальше погоня за Пинг Пандой. У кого там Гем? Гем у Бэтрайдера. Бэтрайдер готов идти дальше. Как я понимаю, у Лимпа сейчас будет Даггер через 5 секунд. Лимп, в принципе, может и танковать. Видят здесь Пинг Панду. Скорее всего, здесь заберут. И все. И выпрыгивают отсюда Нипы. Нипы сделали хорошее дело. Забрали трех героев. Остались все живы. Кентавр, по примеру, Йонаса Мфана, отправляется во вражеский лес. Насмотрелся на своего Бэтрайдера. Пошел самостоятельно ручками. Расковыривать здесь крипов. Ну и нормальная у Лимпа получается все. Через Дабл Эдж. Опять же, через пассивку. Тут сами по себе крипы мрут. 3-100 у Кентавра. Мэджик Вон продать, купить Ривер. Стампид провязал Кент. Для чего? Непонятно. В итоге никто никаких мувов касательно файта не предпринял. Решили не нападать. Отошли на свой хайграунд. Будут играть от дефа. Это означает, что команде Тинкера можно пойти и пофармить. Радиент Боттем Тауэр У Блэка-то, кстати, Скади появилась после Манта Стайла и Мома. Блэк у нас вообще великолепно себя чувствует. 15-800 у него. Нет Ворс, ближайший преследователь для ТР. У него 12-400. А это много. Это очень много. 3-500 проигрывать. Разница между первым и вторым местом. При том, что цифры-то у нас не за 30-ку, не за 20-ку перевалили. Это 16 и это 12 с половиной. У Шторма появляется Пойнт Бустер. Сол Ринга так и нету. Шторм Спирит. Ну, понятно, что, насколько я понимаю, в Ладсон будет ходить на Шторм Спирит. Пошел Глобал у нас от Сайенсера. Флоу на Ло ХП. Разрезали его. Лимб. Должен же сейвить был свой Веншфул Спирит. Не получилось. В итоге Койква в Лассо. Быстрее отсюда бежать. Хэнский на Ло ХП. Два в два пока подрались. Овергролс пошел у нас от Тренд Протектора. Эра пытается пережить здесь все, что в него хотят влить. Но и Койква не даст здесь Эре, в принципе, выжить. Эру пытаются форстафнуть. Еще дальше форстафят Эру. Эра вряд ли отопьется здесь. В итоге Йонасом Фан только под труп СФ влетел. Лимб топает на землю. Дальше за Блэком. У Блэка еще 5 секунд. Такие 75 секунд у Блэка не будет еще Омни Слэша. В итоге Келлинг Спирит для Кентавра. 11-1 идет Лимб. Йонасом Фан до конца вообще за Шторм Спиритом. Все получится. Верит в это Йонасом Фан. Еще один удар. И Койква можно будет забирать. Скорее всего заберет у нас Йонасом Фан своего оппонента. Это я понимаю удачно. Но правда развалили у нас в итоге Бэтрайдера. Очень вовремя. Пришел Никс Ассасин. Включил Карапаси. Ну и Огонек. Но дамажил своего хозяина. Сбили ТП Бэтрайдеру. И Бэтрайдер отправляется в таверну. Вообще по итоги всех файтов. 2000 по золоту ниндзи в пижамах. По экспириенсу 4,5 тоже в пользу коллектива ниндзи в пижамах. Какой богатый Кентавр. У Лимпа появляется Тараска уже. Еще и сдача осталось 700 копеек. Лимпа, кого хочешь. Хоть Вингу вообще из таверны выкупить. Навсегда в рабство себя посадить. Все это Кентавр может сделать. Денег много. По фарму он на втором месте. Он не так сильно, не так критично нуждается в артефактах. Как в этом например нуждается. СФ или тот же Джаггернаут. Или конечно же Шторм Спирит. Вот, но тем не менее. Тем не менее у Кентавра уже есть Тараска. Он держится очень ровненько. Он на втором месте. 15 с копейками у Лимпа. И проигрывает он только Джаггер. Джаггер понятное дело тут фармит просто как полоумный. Врыв на Блэка. Блэка должны забирать еще до того, как Блэк хоть что-то сможет провязать. Блэка пытается разобрать. И Блэк отсюда. Блэк уходит отсюда. И он не слэш есть. И Блэк на 80 хп бежать быстрее. И Бэтрайдер ничего уже под Келлингвардом и под Ливенкармером не сделает. А вот слиться ее на Сумфан может. Койква забирает этот фраг. Дальше за Лимпом. БКБ от Койква. Койква на лоу хп. Лимп сейчас просто его разрежет. Овергроуз пошел у нас от Пинг Панды. Развалили в итоге СФ. А дальше погнали Лимпа. Убили Кентавра. Минус 4 делает команда Тинкер на ровном месте. Просто по чуть-чуть по кусочку и команду НИП вперед ногами Тинкера вынесли. И здесь сейчас еще Хэнскин подстрянет. Это вообще будет минус 5. Можно левать и писать ГГВП. Хэнскин на лоу хп. Но то, что его убьют, это не вопрос. Ну что, Джаггернаут забирает скорее всего здесь Аэгис, как я понимаю. Что выложить? Непонятно. Койква в итоге забирает у нас Аэгис. Еще и руну забирает. Да и все вообще, Койква забери. 1800 по золоту для Койква. В принципе, немножко совсем осталось до Сол Бустера, а там Сол Ринг и Бладстоун готов. Хотя нет, вот уже, вот уже все необходимое. Шторму просто нужно принести готовый Сол Бустер. Все, полетел Курьер у нас в Секрет Шоп. Я думаю, что Койква уже будет с готовым Бладстоун через 10 секунд. А что там Лимб? Как у него дела обстоят? У Лимба 3600 по хп. У него великолепно дела обстоят. 3600 по хп плюс 14 очков дефа. Попробуй пробей вообще жирного кентавра у нас. Агоним для хэнскина на Сайленсере. Спасет это команду Нип или нет? У меня действительно много очень вопросов. Стампид пошел у нас от кентавра. Блэка будут пытаться подсейвить. Блэк так и останется здесь лежать. Команда Ниндзи в пижамах вообще не подключилась ни капли. Точнее команда Тинкер не подключилась, когда у нас Блэка развалили. Сайленсера поймали на хайграунде. Койква, улетать отсюда как можно быстрее. Флоу тоже отсюда бежать. Через Виндету. Все очень-очень спокойно. Ждем... Ждем врыв от Лимба. Кентавр готов файтиться. Поднимает у нас с ветра Койкву. Под Койкву сразу же ульта от ССФ. И опять же Койква у нас в БКБ. И как его стопить, как его бить непонятно. Боллайтинг через секунду. И хотя бы на чуть-чуть штурм мог улететь через Клифф или еще через что-нибудь. Короче говоря, 32-29 по золоту. 4 тысячи в пользу команды Тинкер. По экспириенсу 7500 тоже в их пользу. Йонасу Фан за Бетра... На Бетрайдер. За Пинг Панды. На Лу ХП Трэнд Протектор. Ну, здесь Йонасу Фан, конечно, реализует очень круто свой гем. Это нон-стоп фраги по всей карте. Нипы сокращают свое отставание 32-30. Йонасу Фан берет руну хосты. Немножко не успел у нас флоу. Так, Койква пошел на Хэнскина. Должны забирать Хэнскина за время Сайленса. Хотя и Хэнскин у нас в итоге выживает. Ненадолго. Глобал пошел от Хэнскина. Койква на середине ХП. Но СФ в итоге у нас умирает. Блэк разваливает у нас еще. И Силкина на Венжи Фул Спирит. И Блэк 2000 имеет. Это все после Скади, после Монта Стайла, Мома, БКБ. У Джаггера всего предостаточно, чтобы эту игру заканчивать. Посмотрим, получится ли у Блэка. В итоге Лимб готов врываться. У него 3700 ХП. У него нормальное количество дефа. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Но то, что врываться надо, это 100%. Потому что снесут в сторону. Лимб заходит, топает и убегает отсюда. Хексанули у нас с Йонасом Фана. Бэтрайдера еще раз очень быстро разваливают. Тинкера будут стоять здесь, как я понимаю, до победного конца. Блэк Т3 забирает. Пошла, дошла очередь до Бараков. Бараками пока что занимается Койква. Сейчас и Блэк подключится. Все, Блэка пытаются здесь подстопить. Блэк в итоге включает Блэк Кингвар на Силкида. Силкида убивает. Дальше за Кентавром. Переключается Блэк на Лимпа. Лимпа, скорее всего, отправят у нас в таверну. Лимп на ЛОХП. Блэк, через 7 секунд только будет Омни Слэш. Надо дожить. Блэк, быстрее назад. Где Хеллингвард? Хеллингвард убили. Все, у Блэка есть Омни Слэш. Можно идти в кого угодно. В Эру вообще идеальный вариант. Т1 забирает, забрали Т3, точнее, игроки команды Тинкер. Зашли на хайграунд Нипов. Что-то мне говорит, что это начало-конца для команды Нип. Драки пошли уже на хайграунде. Лимп на ЛОХП. На ЛОХП здесь же у нас опять же Эра. Эра байбекается сразу же. Койква, врыв, в лимпа, лимп без маны. На Блэка напали. Разрезали пополам. Блэк у нас горит, но в принципе-то Блэк выживает. Дальше Эра за Блэком. 100 хп у Блэка. Пытаются его разрезать, и у Кентавра это прекрасно получается. Полторы тысячи для лимпа. Ну а здесь еще и забирают Бэтрайдера. И какие команды Тим Тинкер. Почему он был здесь, непонятно. Заработали на нем 670 по золоту и 2300 по хп. У Койква появляется Линкенсфера. После Бладстоуна с 18-ю зарядами, после Оркита и БКБ у Койква все великолепно. По Нетворсу он на втором месте, на первом Блэк. На Джаггернауте, правда, сейчас он 100 верги, но уже приобретен Башер, поэтому... Поэтому разбираться с Джаггером будет не так просто, непам. Но и опять же, мидлейн снесен. Нипы не фармят, так как это делает Тим Тинкер. Крипы дешевые, крипы сильные. У Венги есть гем. То ли ее, то ли купили ей. Йонасом Фан тоже, ай, забрали гем. Забрали гем, по-моему, из Леона, если не ошибаюсь, выпал. Нипы готовы заходить или на Роху, или драться на нижнем лайне. Врыв пошел у нас от Йонаса Фана. Цепляет Блэка. Блэка под фаерфлайм. Куда угодно хотя бы затащить Блэк на лоу ХП. Включает Блэкинг Бар. У нас Блэк и пошел нарезать. И пошла ульта от Блэка. Под БКБ. Под Момом. По Силкиду. Еще один удар. Силкид здесь должен умирать. Хотя в итоге Блэк тут еле-еле выживает. Ну что, в итоге минус 3 делает команда Тинкер. Койква улетает у нас от Бэтрайдера. Ну и будут стараться забрать здесь лимпа. Или хотя бы дождаться, пока уйдет Джаггер на безопасное расстояние. Через секунду будет Даггер. Через секунду. Надо бежать отсюда Блэку. Блэк решил еще подраться. По-моему, это критично. Йонасом Фан. Байбекается сразу же за гемом. Команды Тинкер на Рошана выходят. Блэк здесь больше, наверное, погреться у Хеллингварда пришел, чем Роху пилить. Роху не так интересно пилить, тем более, что Эггис скорее достанется Шторм Спириту. Все-таки у него есть Бладстоун с уймой зарядов. И просто так их терять бессмысленно. 58 манреген в секунду. Жесть просто. Бэтрайдер вытаскивает у нас Блэка. Худшая, наверное, из ошибок Бэтрайдера за эту игру. Силкит на лоу ХП. Еще один удар. Винга в таверну. Ну и Бэтрайдер в таверну. Леон дальше на хайграунд. И команда НИП не выдерживает. Хендскин пишет ГГВП. Это действительно ГГВП. Байбеки есть, но они в принципе бессмысленны. Потому что НИП понимают, что на данном этапе им уже эту катку не вывести. Тинкеры оказались стабильнее, серьезнее и мощнее касательно кадрового состава. Ну и что, поздравляем команду Тинкера. Они проходят дальше. Ну и, к сожалению, НИП покидают данный турнир. Европейская квалификация продолжается без них. Все, это был долгий, долгий, долгий день. У нас уже давным-давно заполночь. Поэтому самое время все потихонечку выключаем компьютеры. Закрываем ноутбуки. Идем умываемся и ложимся спать. Доты на сегодня 100% хватит. Меня самого уже неплохо так рубит. Так что все. Не забывайте перед выходом нажать follow на нашем твиче. Услышимся на следующих трансляциях. Ну и, конечно же, заходите в группу ВКонтакте и на Ютубе. Там тоже можете подписаться. Много чего интересного вас ожидает. У микрофона был друг. Это студия игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся.